Я не знаю, какие слова подобрать, чтобы затронуть одну тему. И не уверен, что... У меня нет уверенности, и у меня много сомнений, что вообще можно об этом говорить. В общем... Ну вот я дома рисую, уже очень много пейзажей и экспрессивных рисунков сделал. Но те, кто... Те, кто... Ну так как я рисую, просто дома, не могут толком выставляться и как-то быть реализованными. Художниками. Не знаю, как это описать словами. И вообще, можно ли мне задумываться о реализации как художника. И что для этого, вроде как, нужно... Завершить учение в художественных институтах, то есть в академии. И мне кажется, что не только у меня, а еще у некоторых людей есть такое желание, но... Но при этом они не могут это сделать. Может быть, может быть, но я не знаю. Может быть, у меня только у одного такая проблема. Но я думаю, есть еще у кого-то. И может быть, кто это смотрит, он... Подумает, что да, это про меня. Что, в общем... Такая проблема, что просто страшно подойти к художественному институту. Я не знаю, как это описать. Что, в общем, может быть, у кого-то тоже есть такое, что кто-то тоже пытался поступить в институт или в художественном колледже, да, и испытывал какое-то сильное очень волнение, и испытывал какие-то тяжелые чувства непонятные. Что, например, там... На которые обычно окружающим было все равно, и, может быть, ты боялся признаться саму себе даже в этом. И обычно человек забывается. Может быть, кто-то пытается забыть об этом всем и не понимает, что происходит. Я, например, когда был в Москве и приходил в художественный колледж на Савеловской, по-моему, там просто мне казались очень болезненными разговоры окружающих и звуки. И мне... Тут... Ну, там было, что когда я учился, там даже в аудитории, во время какого-то праздника там пили, а не алкоголь, и я чувствовал себя не со своей тарелки очень. И как бы... Я не мог просто взять и уйти. Ну, на самом деле, я так и делал, но... Я не мог сказать, что я не могу в таких условиях. Я не мог сказать, что это условие как бы не для меня. Потому что я даже не знал... Я думал, что нужно приспосабливаться к такой... То есть атмосфера какая-то была... Если так можно назвать, какая-то недоброжелательная, неблагоприятная, если так можно назвать. Но просто вся проблема в том, что когда я начинаю задумываться об этом, то я сразу понимаю, что окружающие только скажут, что это я виноват, что я не приспособился, и что я такой... Что так близко к сердцу всё воспринимаю, что я так воспринимаю, да, вот этот вот рабочий процесс. Скажут, более так близко воспринимаю вот этот естественный процесс взаимоотношений во время обучения или работы. То есть обычно... Или, ну, точнее, более грубыми какими-то и простыми фразами обозначить, да, и сразу елык на меня навешивать. А я подумал вот о чём, что... Ну, начинаю как-то предполагать такое, что, может быть, можно было бы сделать такую аудиторию в институте в художественном или в колледже художественном училище. Просто вот такую аудиторию, где именно подобрали бы вот таких людей, допустим, да, кто... У кого... Вот может быть, у кого-то кроме меня есть такая проблема, то есть... Такое вот болезненное восприятие, слишком... Я не могу объяснить слишком сильное восприятие от нашей... Я не знаю, как это описать. Я же не разбираюсь. Я не знаю, можно ли назвать это интервертностью, или... Я вот просто могу сказать, что мне было бы... Действительно, я бы действительно с радостью ходил без страха, без стресса, без... Если бы я приходил вот в такой вот колледж художественный или институт, ну, или в магазин, или в оптику, или в поликлинику такую, да, допустим, где... Где мне бы не приходилось смотреть вот пристально в глаза другим людям, да, из... То есть, обычно вот, как я вот замечал, что... Сталкивался, что люди смотрят в лица друг друга или в глаза, чтобы... Ну, перед тем, как что-то, ну, агрессивное или там нахамить как-то, да, или вот... Обычно, когда ловишь на себе взгляд, там, прохожих, ну... Обычно, мне кажется, вот агрессивные люди, они вот... Ну, я просто встал с тем, что обычно... Я не могу объяснить, в общем, но... Обычно, когда люди смотрят, вот, незнакомые друг на друга в глаза пристальные, там, да, обычно таким грозным взглядом смотрят, и... Не для того, чтобы поддержать друг друга, а наоборот, как-то, чтобы нахамить, да, вот обычно. Ну, может быть, я не знаю, может, вы тоже такое видели. И я вот... Просто обычно я, как бы, сосредоточен на каком-то... Вооборот, ну, представляю, как я рисую картину, или, там, какой-то сюжет для рисования, я... Я не сосредоточен на внешнем, я... У меня нет привычки смотреть на... Ну, если я вот и смотрю, да, только из какого-то... Не знаю... Опасения, может. И у меня было бы комфортно очень... Я не могу объяснить вас. Не могу это описать. У меня было бы... Я могу сказать, что мне просто вот было бы комфортно, если бы я мог... В этих аудиториях, где на меня не будут, там, Смотреть, так, с презрением, или с... Угрожающе, как это вот я видел, Когда учился до этого. В колледже, в художественном. Там художники вот так относились друг к другу, Ну, некоторые. Ну, и к окружающим просто. Они... Может быть, они боялись... Может быть, они просто вот сталкивались С каким-то неприятием раньше, И боялись, что снова, если они... Они, наверное... Ну, чувствовали свою беззащитность, может быть. Я только так могу объяснить. Вот человек может чувствовать беззащитность, да, Потому что в прошлом, допустим, В каком-то коллективе он Чему-то подвергался. И, возможно, что в следующем, Вот, когда он поступает в художественный колледж, То он там... Они начинают чрезмерно себя гиперагрессивно как-то вести, И... Ну, по отношению к другим, да, И... Потому что они уже готовы, опасаясь, Что чувствуют свою беззащитность. А вот так объяснить. И вот представь, если бы... И от этого как бы все несчастны по итогу. И представь, что вот если бы вот так... Была бы такая вот аудит... Такая мастерская, такая группа, И бы каждый художник чувствовал себя в безопасности, Где бы вот... Не надо было бы... Каждый художник не чувствовал бы себя беззащитным, И... Необходимым поставить, как-то себя поставить, Надавить как-то там, или... Вначале произвести впечатление какое-то, да, Чтобы защититься, то есть вот ради защиты от... Ну, не знаю. То есть, чтобы каждый чувствовал себя в безопасности, И чтобы в этой аудитории был психонормальный, Какой-то адекватный, может быть, психотерапевт, Которую бы, вот знаете, есть... Ну, в моем городе нету, а вот вообще вот... Я слышал, где-то есть такие группы психологической поддержки, Где люди с определенной, там... Ну, проблемами, или просто... Они общаются вместе в группе, там... И... Под присмотром психотерапевта, и... Поведение их корректируется, и они, как бы... Становятся, как... До этого они были, как бы, надломленными, как личности, А после этого поведенческая психотерапия в группе, Они становятся завершенными. И... Вот представьте себе, вот... Да, вот... Художники приходили в аудиторию, где не надо было бы, где... Не было бы агрессивной какой-то атмосферы такой... Где бы каждого свой внутренний мир бы не нарушался, Где бы каждый мог чувствовать себя в безопасности, И... Счастлива в отношении с окружающими в этой мастерской, в этих стенах, то есть... Другими учениками, художниками. Вот я бы очень этого хотел, и я бы хотел именно в такой... Мастерской учиться. Но я вот представляю это так, что там будет... Специальные преподаватели, которые бы были готовы... К этому... Поддерживали такую атмосферу, и что-то там был... Какой-то психолог, который бы... Помогал корректировать поведение, и... Конфликтные какие-то ситуации разрешать. То есть, чтобы просто... Мне кажется, конфликтные ситуации возникают у художников. Ну, здесь из-за того, что они не уверены в себя, чувствуют себя... Чувствуют себя беззащитными, чувствуют, что... Ну, они как бы внутри несчастны. Потому что сталкивались в разных вот местах, да, в магазинах, везде с хамством. Ну, я в том числе сталкивался. И из-за этого человек чувствует себя как бы немножко надломленным, и... Это отражается на поведении, и на отношениях, как бы портия их. Чтобы в этой мастерской была тишина. Художники, которые тоже болезненно воспринимают шум и звуки окружающие. И кто... Боится смотреть в глаза незнакомому человеку. То есть, там... В обычном каком-то коллективе, допустим... Если какой-то человек чем-то отличается, там, в своем... Ну, не поведении, а... В умении... Я не знаю, как это описать. Ну, если чем-то отличается, да, то там обычно он... Чувствует себя от этого... Очень тяжело от этого себя чувствует. Даже окружающие могут относиться к такому человеку, как-то предвзято, и от этого... Этого человека будет только... Ухудшаться самооценкой. А вот... Представь, что... Я хочу, чтобы была такая вот... Открылась такая аудитория в художественном колледже, допустим, где было бы вот именно для таких, как я, людей примерно... Чтобы мы чувствовали себя комфортно, и... Мы тогда сможем получить образование... И реализоваться, творчески самореализоваться, проводить выставки в будущем. А так мы просто вынуждены... Ну, бояться и... Продолжать существовать, как бы, на обочине жизни, ощущая себя никем. Потому что, ну, в обществе вот... Ну, у людей же есть какие-то определенные... Есть люди с определенным психологическим складом, и... Проблемы таких людей игнорируются просто вот, ну, псих... Психологами и вообще... В целом там... В итоге оказываются не самореализованными... Я вот вынужден просто рисовать там... У себя дома, ну, или хожу... Хожу на край города и рисую там... Мелками... И у меня там нету никаких, как бы... Ну, я постоянно чувствую, что у меня нету никакого будущего в этом... Ничего не меняется в этом плане, то есть... Сколько лет я хожу, рисую, ничего... Никак никуда не... Не меняется... Хотя я мечтал бы, что... Приставать для города... Чтобы мои рисунки были... Покрывали их стены города и тротуары... Покрывали рисунки... С защитными... С защитным слоем и подсветкой вечером, чтобы там... Люди ходили по этим тротуарам всех из рисунков состоящих... Ну, вот у меня было, что я поступил... Ну, в колледж художественный... Я... Ну, на... На бюджет, потому что я хорошо сдал... Экзамен, по рисунку, по... Живописи хорошо... Но я не смог там учиться из-за... Ну, как понятно, что... Многие, наверное, только и... Подумали, что вот, потому что... Это я просто... Что якобы я просто пытаюсь оправдать свое... Что я не смог там учиться, да... На самом деле, вот... Может быть, кто-нибудь поймет... У кого может быть нечто похожее... Как бы из-за... Эмоциональной атмосферы и обстановки... То есть... Может быть... Если так можно сказать... Ну, в общем, я думаю о... Колледже, где... Есть какая-то группа... Где учатся люди с таким же восприятием... Может быть, с такими же проблемами восприятия... Как и у меня... И где мы сможем... Вместе комфортно... Как бы... Существовать... Учиться... Потому что в обычном коллективе... Нам это не удается... Даже... Даже... Вот... И... Даже если... Если вот... Мне кажется... Ну, я вот... Или какой-то такой человек... Потерпел бы, да... И отучился все там... Пять лет в этом... В таком... То... Я не знаю... После этого бы... Может быть... Перестал бы вообще рисовать... Не смог бы больше рисовать... После этого... И... Проводить выставки... Мне просто стыдно описывать... Вот свои какие-то... Особенности восприятия... Потому что никому... Как бы не дали дело... И общество не настроено на то, чтобы... Вникать... Вникать в... Особенности... Какого-то... И не станет ничего менять, да... Подстраивать под... Определенных людей... Но если бы появился такое вот... Учебное заведение, допустим... Или магазин там... Или не знаю... Где бы я точно знал, что я приду... И мне... Со мной будет все в порядке... Как бы я... Уйду оттуда в хорошем настроении... Ну или в таком же... В каком бы пришел... Хотя бы... Если бы появился такое вот... Учебное заведение, да... Для художников... Где бы... Куда бы не было страшно идти... Просто... Где бы... Была тишина... И... Уважение к чувствам... Друг друга... Там... И... Особенностям друг друга... То есть... Была бы какая-то совместимость такая... Что... Потому что... Вот в этом училище... Допустим... В Москве... Где я там заходил... Я там чувствовал... Как будто бы меня никто... Просто не видит... Все вокруг так громко... Разговаривали... И смеялись... Там... Ну... То есть... Я не знаю как это называется... Ну... Они там ходили... На улице... И вот этот запах... Который на одежде... Остается... И... От дыхания... И вообще просто... Когда проходит... И они так очень... Очень... Я не знаю как это описать... Мне как все казалось очень громким... Вот этот запах вот этот казался... Очень... Тяжелым... Этого секретного дыма... И... Резкие... Резкие громкие звуки... Ну... Для всех это... Они казались... Незаметными... Да... Для меня... Все это было очень болезненно... Не могу это описать точно... Не дать... Какое-то описание своему восприятию... Но... Когда... Там еще были какие-то нюансы... Очень важные для меня... Но я не могу это описать... Потому что... Вряд ли это поймут... Вот... Зашел и решил попытаться сказать... О том что я чувствую... И сказать что... Я сказал что... Я ухожу... Потому что меня... Кажется что... Ну чувствую что... Меня никто не замечает... Ну то есть я так... Таким образом... Пытался описать... Своё вот... Эмоциональное состояние... И... Они... На это... Это произвело на них... Очень такое... Они это восприняли очень... Как-то агрессивно... И отрицательно... То есть... Не восприняли это так... Чтобы вникнуть и понять... То есть... Чтобы просто... Все... Я же никого не хотел сказать... Я просто... Написал свои чувства... Никого не задев... Но это восприняли очень агрессивно... Меня... Там... За спиной стали обзывать... Просто и... Говорили очень... Такие... Агрессивные фразы про меня... Очень некрасивая ситуация... Там... Началась... После того... Как я пытался... Просто сказать... То, что я чувствую... У меня такое восприятие... И... То есть... Моё нахождение там уже было невозможно... Даже если бы я... Ещё раз туда пришёл... Но даже... Ну и вот... Я вот хочу сказать... Что... Не знаю... Возможно ли понять... То, что я пытаюсь донести... Но... И вообще... Возможно ли серьёзно воспринимать... Вот... То, что я говорю... Но... Если бы я мог приходить в аудиторию... В такую... Просто в такой вот... Колледж художественный институт... Где... Где бы не было... Вот этих вот... Это веско... Вот этого... Ну... Где бы люди... Там... Учились... Которые тоже... Как я... Тяжело переносят... Вот этот... Запах алкоголя... Или... Сигарет... И... Этого дыма... И... Которые... Тоже... Болезненно воспринимают... Звуки... И ещё какие-то явления... Там... Может визуальные... То есть... Люди... Которые... Как и... Склонны... В своём... В своём... В воображении... Обдумывать... Какие-то мысли... Идеи... Там... Предстоящий рисунок... Да... Или музыкальное произведение... Они склонны... Как-то... То... Я бы приходил и... Чувствовал бы себя комфортно... Я бы с удовольствием приходил туда учиться... И я вот мечтаю об этом... Я бы с удовольствием там учился... Меня бы не мешали... Я бы никому не мешал... На меня бы никто не кричал... И мне бы не приходилось как-то... Опасаться этого... И готовиться к этому... Как-то защищать... Думать о том, как защитить себя... То есть... Чтобы... То есть... Главая атмосфера какая-то такая... Располагающая к созиданию... К обучению... К творческому... К... 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 К отвращению... К... Творчеству... Как это вот было... Как это вот происходит... Вот... На мой взгляд... В обычных заведениях... А наоборот... Располагающая к этому... То есть... Я не знаю... И как там... То есть... А что бы думали... Были люди вот такие... С определенным психическим складом... Вот как я и... Которые бы думали только о том... Как рисовать... И не мешали бы друг другу... Да... Вот в этом плане... То есть... Именно... Из-за совместимости... И преподаватели... Чтобы были подготовлены... К... Работе с такими людьми... И... Чтоб там был психотерапевт... Который бы... Постоянно был бы в аудитории... Да... И... Помогал бы... Если там возникают какие-то проблемы... Чтоб мы не были... Понимаю... Что это звучит очень так... Утопично... И... Как-то наивно... Для такого общества... Ну... А там были... Вот... Каждый из нас мог бы... Сказать о том, что чувствуют... Да... Допустим... Психотерапевты... Писать какие-то свои опасения... Не воспринималось агрессивно... Как... Как это воспринимается в обычных... Художественных заведениях даже... Чтобы художники... По-другому относились друг к другу... И учителя... По-другому относились... К ученикам... Не знаю как это описать... Я... Я не разбираюсь в терминах... И я очень сомневаюсь в том, что вообще это... Имеет смысл... Такую вот... Такую тему говорить... Ну... Я уже будущая погулялась... Нажимаем вот этим, на ней, Он說... Чтобы... То... Играбель, Агрессивно! Спасибо!